Когда я услышала, что будет семинар о Леудиновом в Нью-Йорке, я просто, не знаю, сначала даже не верила. Для меня это реально такой знак, что вот милость Аллаха реально безгранична. Все, о чем мечтаешь. Я мечтала жить в Нью-Йорке, и я здесь живу, я мечтала попасть на семинары, и я попала, и даже вот этот отель, где вот это произошло, это как бы мое любимое место, потому что здесь есть очень красивый вид, ресторан с видом на Нью-Йорк, и я здесь была с самыми близкими людьми, когда мама приезжала, моя тетя, с братьями, я очень любила это место. Еще, когда я узнала, что это будет именно здесь, я думала, вау, Аллах, это просто нельзя, наверное, говорить. Ну, в общем, милость безгранична. Это были вопросы, это были задания, это были задания, разговор, диалог с самим собой, честный диалог, где ты можешь раскрыть свое подсознательное мышление, то, что тебя всегда сдерживает, все твои страхи, все были вывернуты наизнанку. Ну, задания, конечно, мотивировали, и переоценка ценностей тоже произошла очень большая, потому что, если ты, может быть, немножко халатно ко всему относился, ну, получится и получится, то сейчас ты уже более серьезно к этому относишься и знаешь, уже знаешь те пути, как ты это будешь дальше делать. Это был мозговой штурм, удар по личности, потому что теперь я знаю, над чем работать и четко идти по своим планам и целям. Я действительно узнала для себя, вот, от себя много чего, о котором я раньше даже не задумывалась. Если вот, когда вот хочешь на разные тренинги, семинары, обычно там как мотивируют, дают тебе вот мотивацию на определенное время, но после семинара, после этого семинара, я вот вышла задумчива, потому что у меня есть над чем работать. И этот семинар мне помог во всех областях. Это были и финансовые вопросы, и семейные, и работа, и карьера, и учеба, и рост. Этот семинар включил в себя все. Все. Финансовые. То, что в плане семьи, в этом семинаре я поняла, что все не так плохо, все правильно. Это как бы более утвердил в какой-то момент. В основном, вот, это то, что моя нерациональность была, это финансово, в принципе, в любом случае финансово. Моя нерациональность была, неумение планировать, распределять, неумение инвестировать правильно. Я теперь знаю, где подкорректировать, вот что-то, как это исправить, и вот это правильный путь. Консультация мне очень помогла, потому что я поняла свои приоритеты, поняла, что понять истину истинного себя и понять свой путь, чтобы построить свою историю. Продолжение следует...